Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, у нас искусственное освещение, я снимаю вечером, точнее 15 минут 12-го, я буду кушать. У нас, значит, отбивная, в маринаде приготовленная, очень просто вкусный рецепт в инфобоксе. И давненько я так... И у нас здесь макароны с сыром. Я просто могу макароны без ничего кушать, просто с сыром. Вы посмотрите, это просто прыгалка! Прыгалка! Люблю, когда с сыром много. Макароны, сыр и я, и больше нам, для счастья. Никого не надо. Только что смотрела видео блогера, которого я смотрела прям с самого детства. Женя Гейн, как он там в Америке живет, как у него там проблемы с визой и все такое. И честно, я немножко не понимаю тех людей, которые так рвутся жить в Штаты. Как же это вкусно! Может быть, у меня очень узкий кругозор, и я нигде не была, поэтому я такого мнения... Ну, для меня лучшее место для жизни – это твоя родина. Где родился, там и пригодился. Нет, конечно, я понимаю людей, которые хотят жить, например, не в Саратове, например, а в Москве. Переезжать в мегаполисы. Вот это я, конечно, понимаю. Ну, когда совершенно другой менталитет, другие люди. Вокруг нету родных, близких. Я не знаю, я бы лично так не хотела. Я, например, нигде не была. Ладно. Вот мой молодой человек, он, можно сказать, почти был везде. Везде, кроме, ну, стран СНГ, Украина, там, Россия. Ему просто почему-то неинтересно. Ему больше нравятся, например, Америка, США. США, Америка, как бы-то разные страны. Европа и все такое. Я никуда переезжать не собираюсь, меня все устраивает. Я могу так сказать, Баку идеален просто для жизни, на мой взгляд. Здесь настолько добрые люди, настолько добрые, что так много попрошаек. Просто не хочу ничего менять. Все шикардос. Посмотрите, какой сыр. Обожаю. Обожаю. Так готовить меня научила моя одноклассница. Где-то, наверное, мы были в пятом классе. В то время, я помню, чтобы найти рецепт какого-то блюда, нужно было покупать за собственные деньги, покупать журналы. И там были рецепты, и непонятно, что еще что-то получится или нет. Там просто картинки. Разлила немножко на брюки. Сейчас просто с появлением Ютуба стало все настолько просто, настолько легко. Тогда тоже был Ютуб, но он был не настолько распространен. И, по-моему, рецептов в те времена не было. Это были десятые. Мы выживали, как могли. И давайте поотвечаю на интересные вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Так, первый вопрос. Что ты будешь делать, если тебя перестанут смотреть? Вообще, начнем с того, что... Я не делаю главный упор в своей жизни на Ютуб. Я не хочу стать певицей. Я не хочу стать актрисой. Как вы видите, я не бросаю свою работу, например. Я счастлива, что я училась в университете. Если перед вами сейчас стоит выбор учиться или заняться чем-то вот таким, занимайтесь блогингом, но как хобби. Но у вас должна быть основная своя работа, которая вас будет кормить до пенсии. Я думаю, что... Даже если меня будут смотреть рано или поздно, когда-нибудь, я сама уйду с Ютуба. Потому что если у тебя нету желания, вот если ты не горишь этим делом, то не имеет смысла этим заниматься. В Ютубе уж точно. Но не заставишь ты себя снимать видео, если тебе это делать не хочется. Куча примеров. Рома, желудь. Честно, я никогда не смотрела его в видео. Я не помню те времена, когда он был супер популярный. То ли это было слишком давно, то ли он мне никогда не выходил в рекомендованных. Но у человека очень много подписчиков. И получается, сейчас его уже никто не смотрит. И такое, к сожалению, очень часто бывает. Поэтому нужно прежде всего задумываться об этом. Если перед вами сейчас стоит выбор стать, не знаю, блогером. Поэтому всему вы можете научиться, мне кажется, дальше. Но высшее образование должно быть обязательно. Как же вкусно, ребята. Как же вкусно. Вот как, знаете, Иван Кай в какой-то момент взял и ушел с Ютуба. Дал возможность новым блогерам, молодым заниматься этим же. Я думаю, что когда-нибудь... Я тоже так сделаю. Но пока что у меня есть огромное желание снимать. Я хочу это делать. И в ближайшее время не собираюсь завязывать с этим. Не собираюсь кодироваться. Посмотрела передачу Малышевой. И реально, знаете, столько полезной информации она говорит. О том, что вот эти вот кетчупы, майонезы, это все вредно. Это к тому, что я меньше ем их. Но это до поры до времени. Так вот, подсела на вот эти вот передачи здоровья. Хотя раньше всегда просто угорала над мамой. Тогда мама их смотрела. И цитировала. Вчера, что мама мне говорит. Вчера стрелки получились как никогда суперские. И у меня мама на меня смотрит и говорит. Ты что, в этот раз руками рисовала стрелки? Я говорю, ну, я всегда руками вроде рисую. А чем еще? Она говорит, обычно как будто ногами. Они у тебя разные. Я так начала смеяться. Я говорю, мам, ты читаешь мои комментарии, признавайся. Видео со фруктами. Я сидела в гостиной. И как мне не нравилось это освещение. Мне не нравилось, как получилось мое лицо, как еда. Я долго думала выложить или удалить. Потом в конце выложила. Несмотря на то, что в последнее время я так много видео выкладываю, все равно люди смотрят. И это реально безумно приятно. Огромное вам спасибо за классный комментарий, который вы пишете. Мне... Очень приятно. Иногда мне посещают такие мысли, что в период карантина вдруг у меня что-то сломается. А вдруг, не знаю, косметика закончится. И тут, кстати, одна из моих подписчиков пишет, что... Багарстур делает доставку. Это магазин в косметике. Делает доставку на дом. Проблема решена. Надоело просто сидеть дома. Я смотрю в окно. Все куда-то идут. Я спрашиваю у знакомых. Вы куда-то выходите? Нет, мы сидим дома. Тогда кто на улице-то? Вот постоянно машины туда-сюда едут. Даже сейчас. Кто это? Точно не мои знакомые. Мне просто кажется, что скоро всем надоест сидеть дома. И все просто наплюнут на это все. И начнут выходить. Вообще, я курицу люблю больше. Чем говядина. У меня же вот наггетсы. Мне как-то больше заходит. В детстве у меня была любимая курочка в деревне у бабушки. И чтобы ее отличать от других курочек, я ей сделала подвеску. Из красной нити. Она прям, знаете, из моих рук кушала. А потом я ее кушала. Шутка. У нас в детстве с братом еще были кролики. Когда их зарезали, мы с родителями месяц не разговаривали. Представляете? Мы думали, что они наши друзья. У них там детки родились. Маленькие крольчаза. И мы обиделись на родителей, что они съели наших друзей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не жалко, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем!